Всем привет! Вы на канале Лара Фазаманка. Ещё один мой очередной день в Ном Маконе. И сейчас у меня встреча. Надеюсь, кто-то узнает этих девчонок. Ой, осталась одна девчонка! Осталась одна. Вторая уже ускакала в магазин. Мы встретились с моими подписчицами опять же. И сейчас направимся в такой небольшой... Написано церковная лавка, кстати. Мы идём выбирать серёжки, серебро. Кстати, зовут вас... Я Елена. Елена Волкова, моя подписчица. Пойдёмте, друзья. О, какой большой магазин-то, кстати. Какой большой. Всё, у меня... Здравствуйте, глаза разбежались. Разбежались глаза. Тоже с нами девчонка, тоже подписчица. Зовут её Аня. Здравствуйте. Глаза разбежались, честно говоря. Посмотрите, у нас есть серебро, есть медицинский сплав, есть чеканка, наша ручная работа. Так. Нет, ребята, так я не выберу серёжки, поэтому отключусь, а потом покажу, что я купила. Какой разница абсолютно. Лара примеряет украшения. Нет, кулон не так. А вот серёжечки... Повернись маленечко. Серёжки прям вот её. Посоветуйте. Кулончик, как вам? Здесь зеркало. Здесь зеркало. А мне подождаются. Мне нравится. Только вот что... А, так идеально не найдёшь. Вот смотрите, во-первых, я вам скажу одно, даже если есть комплекты, люди комбинируют. Сейчас комбинация актуальнее, чем комплекты. Там, смотрите, я вам... Не для того, чтобы к тому говорить, а вообще это на самом деле так. Не берут комбинируют этот цвет. Сейчас люди комбинируют всё. Вот есть вторая такая же. И вторая что? Такая же модель. А есть вот, смотрите, вот это, но это чуть-чуть подороже. Это тысяча рублей сам один кулон. Если хотите, можно. Мне кажется... Это, видите, длиннее чуть-чуть и... Само... Это больше вода. Ты сейчас идёшь. Лена, вот это... Видите, я зацеплю. Вот, смотрите. Как оно сочетается? Смотрится хорошо, но немного с платьем оно сливается. Ну, с платьем, естественно. Ну, нет, на платье-то я носить не буду. Ну, вот я и говорю. Немного сливается, смотрится вот как бы... Вот, да. И регулируется длина выше-ниже. Девочки, скажите, как ей. Девочки-то скажут, ну... Эту комбинацию она актуальнее. С цветом немного сочетается на сегодняшний день. Так, подальше отойду, чтобы было видно. Мне нравится. Мне и тут нравится. Мы немного подумаем, придём в себя. Да, надо подумать. Выше тоже, вон глубоко. Выбираем, Ларя, смотрим зелёные серьги. Хочу зелёные. Чего? Да, нет, зелёные. То, как бы нам не особо что-то нравится. Глаза разбежались, Лары. А вот этот, смотрите. Это с марказитами. Смотрите, капельное серебро. 300 рублей всего на всего. Зато посмотрите, как он смотрится классно. Вот это я, пожалуй... Браслетики за 300 рублей. Да, я на глазу упал это с самого начала. Оденем или... Капельное серебро. В нём можно даже купаться. Это точно проверено уже. У меня года три кольцо. Я ей купалась. Всё же, и ничего с ней не случается. Смотрится нежненько на ручке. Нежненько. Давайте возьму. Берём. Смотрите, если вот такой набор брать, сочетается, нет ли? Мы подумаем. Вот так, что идут нам сочетки. Серёжки или нет. Браслетик вот так приложите в эту ковку, чтобы... Посмотрите, как это красиво, девочки. Повернитесь маленечко сюда на свет. Ну, в принципе, смотрится хорошо. Неплохо. И модель, правда, какая красивая. И чуть-чуть в эту сторону, вот так вот, чтобы это... Немножечко тряснее головой. Ну, смотрится вроде неплохо. Модель шикарная, девочки. Модель просто шикарная. Так, переводим на ручку. Да. И вместе. На ручку не надо смотреть. Да. Я, может, отдельно выбираю это всё на... Может, колечко. Алена себе выбирает такой же, только голубой. Ей очень идёт голубой цвет. Но она почему-то под сумочку. У меня под платье просто. Под сумочку. У меня платье просто практически такого же цвета. Покажи ещё. Красивое. Мне нравится вообще. Голубое. Надежное серебро. Сколько стоит? А вот это что? Тоже всё... Роджа. А, ты сразу два одела. Это разные кольца. А, всё, я поняла. Думаю, что такое. Красивое. Вообще, конечно. И, кажется, тоже откроем. Мне тоже они понравились, но я уже купила себе серёжки. Вот, смотрите, с этого, видишь, как оно прямо вот выделяется вот со всеми. Вот прямо вот оно. Видите? 500, но за 2 могу, да. А серёжки на дне? Одни серёжки? Нет, одни серёжки нет уже. А, в смысле, набор стоит. Это набор идёт, да. А так, если я отдельно продадим, 1500 и меньше не могу, потому что я это очень плохо потом продавать. Ага, ну я поняла. Да. 1500 могу дать. Пусть пока повисят. Я ещё здесь буду 2 недели находиться. Это полторы тысячи, вы сказали, серёжки. А рядом висят вот эти вот. Так, это тоже кошачий глаз, смотрите. А, они тоже полторы серёжечки. Вот так, серёжки. А это так, тоже 2000. Я покажу своим зрителям, пусть что они мне скажут. Давайте посмотрим. Скажут, Лара, купи. Купи, конечно, надо купить, купить, скажите. Тогда приду, куплю. Купи, пожалуйста. Смотрите, и вот эти понравились. И особенно вот эти понравились. Кошачий глаз. Друзья, смотрите ещё, натуральный камень. Браслетик, аквамарин. И как? Розовый кварц. Розовый кварц, 3000. Мелкий тоже, покажи мелкий тоже, ну, средний тоже. Меленький. А меленький сколько? Тоже так, а не может, 2500 можно. 2500. Заходи, 5, пожалуйста, посмотрите. Ой, ребята, красиво, всё красиво. Конечно, всё красиво. И с этого может и комплект. Видите? Серёжки. Да, можно подобрать серёжки. Да, комплект можно подобрать. Красота. Ох, девчонки привели меня. Да. Я в шоке от этой красоты. Вот здесь вот ручная работа, смотрите. Вот эти браслетики, ручная работа, всё. Таких браслетов ни у кого здесь нет. Видите? Это всё ручная работа. Это повторно, это не повторяется. По 2000 они. И вот, смотри, с цитрином, с визолетом, смотрите, 2500. Видите? Вот. Смотрите, такого ни у кого нет здесь. Вот, пойдите, если увидите, и никогда не увидите. Потому что повторно нет. А это натуральный камень? Это натуральный камень, это все натуральный. розовый кварц лунный камень жемчуг за все есть все камни с этим оконниками к холон цитринь смотри как красиво зеленый камень ваши надо было вот такие дорогие покупать чуть дороже потому что это передается потом дочки внучки так вот такие надо вам веку покупайте там 100-600 рублей видите вот так вот это видите это просто красота 3 тысячи это 2 это 2 и ты по 2 тысячи вот эти все вот смотрите просто зеленый камень ваш всегда зеленый тянут как у меня вот она здесь чуть зеленый час она тоже один не одинаковый совсем видите надо щеку супер классно ну пусть колесит буду думать буду думать подумайте приходите терминал есть терминал да конечно все есть перевод есть прекрасно и вот это смотрю вообще тоже прелесть какая это же серебро по 2 тысячи есть тысячи пятьсот там тоже какая прелесть кто-то закажет ну да да захочет тоже мой чем красивый там еще можете комплекте здесь комплект идут видите три тысячи три три по 2 лишь это все комплект можно там все серебро 920 красота друзья посмотрите какую прелесть я увидела боже мой а вы можете к руке приложить крутится посмотрите ребят еще какой браслетик сколько он стоит ночки крайне вам отдам 1000 рублей тысячи рублей я поняла хорошая цена посмотрите я вас и же сережки на данные некида очень это это спроба это индивидуальная велика смотрите сюда какая подвеска к ней а подвесочка сколько стоит тоже там тысячи не пожалеем тут умерочка это второго такого нет могу похвастаться а металл что за металл это титановое покрытие тут металл шикарный вот индивидуальная модель и сколько такой с набором вот эти крайне 2000 это индивидуальная велика 10 лет в обхазе дыхать первый раз зашла в этот киоск я вам говорю сегодня в шоке просто конечно всего этого чем мы такие востребованные а я вот как-то и пятое секция 5 секция алиночка алиночка зовут продавца я у нее купила беленькие сережки которые первые посмотрели тоже красота боже мой вроде бы купила хочется еще еще все ой все не купишь змея и под на шею браслет можно поясом одевать обалденно талию наверно это тонкую талию чтоб поясом одеть на мою то не сойдется спокойно спокойно а сколько стоит такой этот змея полторы одна я поняла выходим друзья звезда в шоке как сказала тетенька звезда в шоке немножко с девчонками прогуляемся по киоскам здесь связано я так ребята не купила морские тапочки сколько здесь неделю ли они уже сбилось со счету я море не видела я еще не видела море со своими поездками а вот вижу морские тапочки вот я вижу морские тапочки друзья покажу немножко вам фруктов мандаринчики 200 рублей апельсинчики не написано цена я кстати еще не делали пиццу прогулками гранат 150 персик 250 мектарин 150 яблоки 150 можно и да спросим клубничка сколько стоит девушка подойдет дыня вижу 250 вот этот кинг-конг или как он называется кинг-конах этот 600 рублей килограмм а вообще правильное звание вот он квад кун квад а здесь написано едят целиком одна штука одна штука 7 15 рублей стакан 7 стакан 70 до килограмм 600 кун квад так что еще есть суши также она боже мой хурма хурма вяленая 550 рублей макадания король среди орехов 850 рублей фундук 700 рублей орех грецкий 700 рублей пекан пекан 650 рублей ребята всего лишь а он самый как бы дорогой орех считается вообще-то да пек пекан чем фундук 650 рублей килограмм грецкий 350 а сколько клубника 300 рублей килограмм грамм 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 двадцать пятьдесят 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 лево точек слышали я не расслышал сколько но на рынке в гаври но сюда купили за 2 но здесь апельсины местные 150 и 200 это привозной смотрю привозная турецкая 750 рублей а вот она может на лапу видите какая крупная здесь-то меленькая но у кукомского-то показывали 750 рублей килограмм грамм почти так дорого привозная а дурец скоро своя же пойдет уже уже есть да я хожу не вижу ничего манго 300 рублей килограмм или штука что это непонятно можно штука 300 рублей с ума сойти ребята девчонки будут уезжать сейчас им они завтра уезжают домой сюда как вам сколько вы отдыхали дней там где-то аня не вижу 14 14 дней не запоминаем здесь не день недели некоторые пролетели до одинечки все загорели нет вот и я говорю все какие-то прогулки прогулки море еще не видела ну ладно всем удачи приезжайте лари процветания только позитивные люди чтобы были на спасибо девчонки большое хорошо мы с вами еще встретимся в этом эфире я попрощаюсь с девочками все поехали девчонки пока пока вам хорошей дороги обратной все пока все поехали девчонки а я пойду немножко пройдусь пока я здесь в центре пройдусь к водопаду а где мы были какой киоск то это чтобы вам показать куда заходить сейчас покажу вам подробно я мах он вот вот здесь вы видите впереди водопад такая дорожка к нему водопаду река псырсха и вот прямо написано сувенирный рынок вы представляете ребят но сколько же я здесь ходила сколько я здесь лет хожу и я никогда не зашла на этот рынок сувенирный рынок с ума сойти вот так бывает приезжаешь в абхазию вот откроешь от шока красоты от природы как от всего от этого и какие лавки сувенирные естественно я не обращала внимание на сувенирные лапки не было было интересно только лишь природа и и больше ничего какая прозрачная вода с ума сойти ребята с ума сойти погуляем немножко в центре а потом я пойду покупать тапочки здесь и не купила нет моего размера 39 нет тапочек много выбор но и метод те которые я хочу моего размера не размер 38 если что кому любопытно но тапочки резиновые надо на размер побольше как хорошо здесь водопады так вот так вот вижу сразу я еще не дошла а уже вот эта свежесть обырк обырк ставить написано я хочу подняться вот туда вверх ни разу не поднималась узнаете даже не знаю как туда поднимаются что-то не нашла лестницу туда чтобы подняться может быть с этого кафе поднимаются попробую закрыта закрыта так как же нам туда все-таки пройти нет не подняться решила сначала по этой лестнице а там видите закрыта думаю сейчас хитро сделаю вот по этой лестнице ага там тоже закрыта вверху видите не удалось мне сегодня попасть наверх ну да и ладно дева написано а тыбхо а тыбхо на абхазском дева а тыбхо так а это кто ой не вижу наблюдатель она она тхэ нет не вижу без очков даже слепая курица якорь якорь а с якоря водичка стекает ой а наверху там я не знаю кто не знаю кто наверху так а это кто леон леон и ира на абхазском леон русалочка русалка на лепьях сидит азызлан 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 на абхазском азызлан русалочка так здесь не написано кто это не написано так а здесь обрыскал и дзе страна абраскила стена божим извините что значит без очков обрыскал и дзе кресло трон есть у меня фото на этом троне как трон называется хаос я назвала трон для меня это трон а вообще эта экспозиция называется хаос анг я анг я нет анг анг а анг а анг а самый трудный абхазский язык самый трудный по моему китайский легче невозможно произносить их буквы буквы невозможно так ну здесь тоже я не вижу название пойду освежусь водопада немножко жарко уже жарко никого людей никого сейчас бы сфоткаться но ну как некого попросить вот я не знаю по на в в в в в в в в и почти Поэтому там я прогуляюсь по Сочи. А сейчас просто наверх водопада поднимусь и все. Мне надо купить все же капочки для моря и пойти на море. Иначе надо мной люди будут смеяться, что Лара за своих 21 день не увидела море. Не бегут в отпуске, не знаю как. Покажу вам сверху. Ребята, по-моему я не видела в том году Кирилла. Напишите мне, были ли они в том году, я не помню. По-моему сделали недавно. Я помню раньше, когда меня фотографировали наверху этого водопада. Я боялась, мне было страшно стоять. Ой, мне сейчас страшно, если честно. Ноги подкашиваются, ветер дует. Вот трусиха стала я. Такая площадочка. Боже мой, какой удивительный цвет воды. Удивительный. Мне нравится вот это здание. Практически полностью покрытое плечом. Красота, ребята, красота, конечно. Красота. Посмотрите. В скале какой выступ. Может быть там есть лаз. У нас какую-нибудь пещеру. Дойду поближе. Кто знает, может и есть лаз. Новички Абхазии, которые никогда не были ни в Абхазии, ни в новом афоне, как вы поняли, это искусственный водопад. Боже, не могу налюбоваться этой водой, этим цветом. Удивительный цвет, мой любимый. Как мне это нравится, людей мало, мне так это нравится. Потому что кто бывает в Абхазии часто знает, что в сезон сюда, чтобы зайти на этот, так скажем, парапет, просто нет возможности. Столько людей, а сколько людей идут туда дальше. Боже, сегодня прямо благодать, просто благодать. Иду мимо отеля Грифон. Хочу показать одной моей любимой подписчице, Анечка Лукина, привет! Для тебя твой любимый отель ждёт тебя. Покажу тебе его. Расположен прямо у реки Сырска. Какая прозрачная вода, боже мой, боже мой. Ресторан внизу отеля. Так что, Анечка, полюбуйся, скоро тебя ждёт. Скоро тебя ждёт. А я пойду дальше. Это вход центральный. Такая дорожка к нему ведёт. Ворота там вижу красивые. А людей совсем мало. Там вижу одного мальчика на балконе. Ни бельё не сушится, ничего. Мало, мало ещё гостей. Вот мальчик только вижу ходит. Ресторан Грифон. Так. Вы знаете, я куда иду? Я иду ещё попытать счастье. В почтовое отделение. Пока я здесь в центре забегу, забегу, посмотрю. Покажу вам монастырь. Снизу пока. Я ещё пройдусь, конечно, к нему. Пройдусь на днях обязательно. А пока я вот здесь рядом покажу вам любители Абхазии. Если кто-то отдыхал в этом отеле, вы видите, который с бассейном внизу. Кто отдыхал, сейчас название пока не вижу. Напишите, как вам свои отзывы. Напишите, понравилось. Может, сцены напишите. Зрителям будет это интересно. Я вот так слегка-слегка покажу. Если через кусты видно, бассейн. Так, как же он называется, этот отельчик? Ну, чтобы прочитать название, надо пройти туда. Я, конечно, не пойду. Вот такой отель. Отель. Я слегка так зайду. Покажу вам дворик. Красивые клумбы. Ну, пожалуй, и выйдем. А то выгонят. Саша не гость. Этого отеля. Так, всё. Бежим дальше. Царская аллея. А, царская аллея, которая с бассейном царская аллея. А здесь три английские буквы. А, понятно. И это тоже, по которому он называется, царская аллея, получается. Да, царская аллея и, оказывается... И отель царская аллея. А это тут, я прочитала, три буквы. СВК. СВК. Три буквы СВК на английском. Тоже так неплохой, но без бассейна вроде как. Нет, да. А, вот ещё написано, отель СВК. Не в отеле, где же? Я нет, я в частном секторе. Балкончики красивые. А, что ты на рабочих? Квартиру снимаю, однокомнатную квартиру. Взяла прайсик. Потом, может, посмотрим цены. Друзья, что я хотела вам сказать. Я, наверное, ролики о моих экскурсиях буду выпускать попозже. Может быть, даже уже из дома. Я уже нахожусь здесь сегодня, какой, 25 мая. Я приехала 20... Сегодня, да, 25 мая. Приехала я 21 мая. Это сколько я уже дней нахожусь? 21, 22, 23, 24, 25. Это 5 дней. Я побывала на двух экскурсиях за эти дни. Но не могу. Я не успеваю монтировать. Чуть не сбил меня, да. Не успеваю монтировать. Не успеваю отвечать на комментарии. Я ничего не успеваю. Я не почувствую еще отдыха. Сегодня я выпущу этот ролик. Мои две экскурсии, которые были на этих днях, так скажем, в эти дни предыдущие, попозже, ребята, попозже. Потому что очень много отснятого материала на этих экскурсиях. У меня в телефоне памяти не хватило. Все перекидываю на компьютер. Не обижайтесь. Все будет, но все будет попозже. Так, ну что. Попытаем счастье вновь. Открыто почтовое отделение или нет? 12 часов дня сейчас. Ой, кажется, открыто. Кажется, открыто. Здравствуйте. Я к вам второй раз хожу уже. У вас марки вообще есть? Абхазки есть, да? Ой, сейчас посмотрим. Сниму кабинку, ладно, ваши? Сейчас посмотрим. Вот такие кабиночки. Интересно, есть? Нет, телефона уже нет. У нас еще есть какие-то старые марочки лисят. Да, сейчас будем смотреть. Можно так? Вас я не буду снимать. Сниму марки, потом я выберу. Нет, нет. Вас ни в коем случае нет. Вы что? Нет. Что тут показывать? Когда молодая была хотела. Что-то на меня внимания. Да. Ой, да и хочется, наверное, всем хочется чего-то, чтобы обращались все равно внимания, комплименты делали. Ой, мой, мой. Это не так это. Не хотите. Так, марочки я вам показала? Сейчас я буду выбирать. Выбрала вот такие марочки. Женщина такая любезная на почте. Здесь вообще прелесть. Рассказала, что эти марочки антиквариат. Стоит каждое 50 рублей. На цены эти смотреть не надо, она сказала. Стоит каждое 50 рублей. Да, они подтверждают. Да, все по 50. Вот вам еще старинную эту дают. Конвертик старинный даете бесплатно. Это бесплатно, да. Так. Такие... Не испортили марочки. Ага. Ну вот, показала вам марочки. Абхазский антиквариат. Такая девушка. Это гормоны, это же на всю жизнь операции. Это все. Представляешь, это природа тебя создала девочка, и я тебя делаю с мальчиком. Вот эти расходы, где ты скажешь. За какие таких блага? Да это вообще какой-то абсурд просто. Это мир перевернулся называется. Кошмар. За какие такие блага? Вот я говорю, я говорю, да. И вот это становится вообще ужас. Если бы не это, конечно, мне нравится. Как они отрасли. Я помню, пинзолеры только начинают жить, и деньги сюда получают. Они вообще не питание. Ну, в Америке обожрались так, что уже... Ну, и деньги у них денег не имеют. Понимаете? Деньги. У нас деньги. На сто тысячи денег. Вести неделю. Уберет. Ну, ага, миллион имеешь. А как этот миллион заработал? Да. Вышла я с почтового отделения. Какая чудесная женщина там работает. Я там находилась полчаса. Мы разговорились. Я никак... Ну, неудобно выйти. Она разговаривает, разговаривает со мной. Неудобно было выйти. Сейчас. Так, что еще? Хотела рассказать про эту женщину. В общем, разговорились. И я спросила про пенсии. Что якобы многие россияне считают, что вот прямо все... Ой, кошка мне черную дорогу перешла. Что прямо вот все-все получают российскую пенсию. Вот эта женщина не получает. Она сказала, что ей не хватило... Как она сказала, что пенсию получают женщины, которые родились до 1963 года. Мужчины получают пенсию те, которые родились до 1958 года. Дальше категория людей, которые родились позже, уже не попадают. Они не получают российскую пенсию. Она получает абхазскую пенсию в 3000 рублей. Вот. И работает на почте. Она даже сказала, мне даже стыдно вам сказать, какую я здесь зарплату получаю. Поэтому не буду даже говорить. Так что, вот, ребята, россияне, не думайте, что все абхазы получают российскую пенсию. Нет, это не так. Забежала на минутку на пирс. Сейчас покажу вам пляж и море. А то вы совсем не видите пока в моих роликах море и пляжа не видите. Покажу. Вот с этой стороны много людей, много отдыхающих. Даже купаются. Купаются. Дядечка, ребенок вышел из воды. Там на реке, вижу, купаются. Начинается, так скажем. Сезон начинается. А вот, я не знаю, где-то людей поменьше. Это там, где уже я живу. Ну, уходит я что-то подальше. Здесь поменьше людей. И здесь только загораются. Загораются, говорю, только загорают. Купаться. А вот там еще мужчина и женщина заходят тоже в воду. В общем, начинают, начинают люди купаться в море. Все хорошо, погода отличная. Все меня радует, ребят. Все меня радует. Буду стараться побольше отдыхать. Мне одна мадам написала, что я вам сочувствую, что вы 21 день будете отдыхать в новом агоне. Мадам, это я вам сочувствую. Я здесь уже 5 дней. И у меня эти 5 дней пролетели совершенно незаметно. Совершенно незаметно. Мне некогда скучать, мадам. Ни в новом агоне, ни в Сухуме, ни в Гудауте. Где бы я ни была в Абхадии, мне некогда скучать. Поэтому я вам сочувствую, мадам. А на этом, мои хорошие, я заканчиваю свой ролик. Всем мира и добра. До новых встреч. Пока-пока. Всех любви. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok